Престольный праздник. В день памяти благоверных князей Бориса и Глеба, первых канонизированных русских святых, в Борисоглебском храме в селе Йенино прошла архиерейская служба. Для прихожан была подготовлена большая праздничная программа. В престольный праздник Борисоглебского храма архиепископ Подольский Люберецкий Аксий совершил божественную литургию в сослужении с духовенством Подольской епархии, благочином Серпуховского церковного округа Иереем Игорем Чабаном и настоятелем храма святых благоверных князей Бориса и Глеба Иереем Андреем Ивановым. Богослужебные песнопения были исполнены хором Зачатьевского храма города Чехов под управлением Татьяны Дошиной. После службы состоялся крестный ход вокруг храма. Святой водой столь жаркий день кропили добротно, прихожане радовались. По окончании службы во дворе храма состоялась благотворительная ярмарка «Любовь Христова торопит нас». Прошел сеанс одновременной игры в шахматы. Мастер-класс «Колокольный звон», народные традиции, цветочная палитра. Чуть поодаль прихожане водили хороводы, вспоминали народные игры гуляния. Провели и экскурсию по храму. Для детей работал контактный зоопарк. Можно было покататься на лошадке и пообщаться с козой. А потом всех гостей ждало угощения. На богослужение я сюда прибыл впервые. Ну и честно скажу, не ожидал увидеть здесь только богомольцев. И слава Богу, сердце, конечно, мое порадовалось, что вместе с детьми, с родителями, с бабушками и дедушками в этот солнечный жаркий день мы все вместе. И никакая даже жара, от которой уже мы, привыкшие к комфорту, тоже изнываем, она не мешает нам сегодня радоваться. И вот этот прохладный ветерок, наверное, свидетельствует о том, что праздник сегодня удался. В советское время здание храма использовалось как склад для зерна, пекарня, позднее и вовсе было заброшено. В 1999-м оно возвращено Русской Православной Церкви. А к 2012 году храм, благодаря попечению благотворителей, был полностью восстановлен и расписан. А храм это вообще местный, как вот изумруд я его называю, потому что здесь в советское время он был разрушен, то есть остались только стены и внутри ничего в нем не было. Буквально за последние десятилетия здесь прошло такой скачок в развитии. Моей мамой бабушка здесь жила, я просто немножко в другой деревне тоже росла и здесь тоже выросла. Вот для нас это большое чудо, да, то, что вот так сильно храм восстановился и здесь приезжает столько людей. Колокольный звон успокаивает, создает праздничное настроение. Так было и в день памяти благоверных князей Бориса и Глеба. Сегодня служба, вы знаете, была. Вот такое ощущение, что она началась и сразу закончилась. Настолько было сегодня как-то все возвышено, еще и хор так, ну и акустика храма, вот эти росписи, все это, конечно, это все. Все создает какую-то некую такую атмосферу, да. Медвежий угол Подмосковья, Борисоглебская земля, от трех сторон леса густые, с четвертой величавой ака. Все желающие получили в этот день благословение архиепископа. Домой расходились в прекрасном и благостном настроении.